Итак, давайте продолжим рассмотрение отрицательных электродных материалов. Как я уже говорил, углеродные электродные материалы, они занимают доминирующие позиции. Трудно сходу оценить, сколько там 99% всего рынка занимает, или там 99,9%. Но, тем не менее, когда мы говорим про то, какие решения существуют на рынке, следует упомянуть еще так называемый титаноат литий, аутеоз от структуры шпинеля. Да, вы его можете много реже, или точнее, мало вероятно, что вы встретите в обычных электромобилях, но зато данный материал достаточно распространенный, встречается в автобусах с быстрой зарядкой и материалах для стационарного системы накопления энергии, которые используются в интеллектуальных сетях и для задач энергетики. Ну, давайте рассмотрим, вот что они из себя представляют. Для начала можно пойти по характеристикам, почему данный материал, скажем так, все-таки проигрывает углеродным материалам. Если посмотреть на емкость, то у металлического лития она рекордна, около 4000 мАч на грамм. Если смотреть углерод, который графит, 372, и титаноат лития, 175. С одной стороны, на самом деле, 175, как вот если вспомнить положительное электродное материало, не так, как и уж и мало, но с другой стороны, по сравнению с его конкурентным графитом, это достаточно мало, ну и вроде бы почти в два раза. Это уже существенный недостаток, но на самом деле это не единственный недостаток. Есть еще второй недостаток. Если мы посмотрим по напряжению, то у металлического лития 0, относительно него все считают, ну, скажем, литий он на аккумуляторе. У графита 0,1, то есть тоже очень близко. А у ЛТО 1,5, ну, или быть, если более точным, 1,55. И такой высокий потенциал для отрицательного электродного материала, это, естественно, очень большой недостаток. Потому что если мы начинаем смотреть, скажем, что металлический литий это 0, углерод 0,1, то ЛТО располагается существенно выше. И когда мы смотрим разность, то вот эта разность, то есть, собственно говоря, напряжение ячеек с участием ЛТО, оно получается много меньше. Ну, если, например, мы посмотрим еще плотность. Плотность у ЛТО, она достаточно высокая, выше, чем у углерода, чем у графита и металлического лития. И если мы пересчитаем удельную емкость не на массу, а на объем, то она уже становится чуть ближе к удельной объемной емкости того же самого графита. То есть, и для тех задач, где масса для нас не так принципиальна, объем имеет чуть большее значение, например, для каких-то стационарных задач, то, в принципе, вот этот недостаток уже как-то компенсирован. Хотя, конечно, высокий потенциал это не позволяет компенсировать. Но почему, собственно говоря, есть у него таких два существенных недостатка, как относительно невысокая емкость и высокий потенциал, что недостаток для отрицательного электродного материала? Почему вообще его используют? Преимущества у него тоже есть. И на самом деле у него достаточно уникальные преимущества. Первое уникальное преимущество – у него высокая циклируемость. Но здесь единственное, что вопрос – а насколько высокая? То есть здесь, вот если говорить простыми словами, то очень высокая циклируемость. По крайней мере, если мы правильно приготовили данный материал. Проблема в том, что, вот когда циклируемость очень высокой, то ее измерить становится весьма проблематично. Давайте просто прикинем. Предположим, мы измеряем циклируемость на скоростях 1С, 1С. То есть это, с одной стороны, конечно, не самая высокая циклируемость, но, скажем, для задач энергетики это вполне нормально. И даже для автомобиля это означает, что у нас полный заряд происходит за 1 час. То есть, в принципе, это не самая маленькая скорость заряда-разряда. И давайте посмотрим, сколько это у нас время займет измерение циклируемости. 1 час – это в одну сторону. Если мы смотрим заряд-разряд, это уже получается 2 часа. То есть получается, что за день мы сможем измерить, провести только 12 циклов заряда-разряда. И за год у нас, получается, накапливается 4400, ну, около 4400 циклов заряда-разряда. То есть если мы хотим померить больше 40 тысяч, то это у нас уже измерение надо проводить, получается, 10 лет. Ну и, соответственно, как это делать? Это для измерения занимается оборудование, тратится энергия. И, естественно, скажем, что проведение измерения циклируемости на таких скоростях, таких гигантских циклируемости, становится уже затруднительным. Когда мы говорим, скажем, если мы в 10 раз увеличиваем скорость, что уже становится очень высокой скоростью. И то, чтобы когда, скажем, проверить, скажем, те же самые 40 тысяч, там, 45 тысяч циклов заряда-разряда, у нас на это уйдет целый год, чтобы вот эти измерения привести. И поэтому, когда мы говорим про циклируемость ЛТО, можно просто сказать, что она очень высокая, выше, чем у других конкурентов. Помимо высокой циклируемости, точнее, очень высокой циклируемости, следует также отметить, что данный материал можно использовать для высокомощных задач, когда нам требуются высокие скорости заряда-разряда. Также он обладает высокой безопасностью, нетоксичностью, и для его производства необходимы достаточно распространенные материалы. Если токсичность и распространенность материала определяются титаном в формуле Т4, Титан 5О12, то другие свойства определяются его структурой и именно свойствами материала. И когда говорим, в чем причина такой высокой циклируемости, возможности использовать его для задач High Power Application с высокими скоростями заряда-разряда, то у него есть два таких свойства. Первое свойство, то, что он относится к классу, к уникальному классу материалов, которые обладают нулевой деформацией, практически нулевой деформацией. Это означает, что при накоплении и высвобождении ионов лития он практически не меняет объем. То есть изменение объема очень минимальное, очень маленькое, что, скажем, как раз делает его хорошим комбинатом для задач, когда необходимо его использовать долго-долго, либо при больших скоростях. И также следующее свойство у него важное, это то, что в нем практически не наблюдается формирование вот этого самой межфазной границы слоя между электродным материалом и электролитом. И здесь как раз получается, да, у него, его высокий потенциал, это недостаток, и он может накапливать меньше энергии, но это, опять же, еще и достоинство, потому что, когда мы используем этот материал, то вот этот слой практически не формируется из-за того, что потенциал высокий, то есть это потенциал комфортный, если можно так сказать, для электролита. И электролит у нас практически не разлагается. То есть, да, в принципе, там какой-то слой может формироваться. Но, как правило, это носит обратимый характер, и он появляется и исчезает. Или, по крайней мере, формируется далеко не в таких объемах, как в случае с материалом, у которых потенциал много меньше отрицательных углеродных материалов. Вот, и получается, что в этот раз его недостаток обращается в его достоинство. Ну и когда мы говорим про структуру, опять же, то, что данное свойство определяется в структуре, давайте снова посмотрим одну из моих любимых картинок, где у нас осмотрены слоистые материалы с 2D-транспортом, материалы со структурой шпинели, 3D-транспорт и оливийного материала. И как раз титанат лития, литий-4, титан-5О12 относится к классу материалов со структурой шпинели. Но здесь вы можете спросить, а почему он относится к структуре шпинели, когда мы рассматривали манганат лития, литий-структуры шпинели, литий-марганец-2О4, у него формула простая и понятная, и, соответственно, как это все занимает, тоже более-менее понятно. А тут у нас что-то совсем другое, литий-4, титан-5О12, вроде бы ничего общего нет. Но для того, чтобы разобраться, как это устроено, можно повести маленькое такое преобразование. Примерно в духе того, что мы делали, когда смотрели новые типы материала со своей структурой, литий-ритч, то есть эти материалы, где избыток лития. Здесь примерно то же самое. Мы рассмотрим литий не как литий-4, а литий-3 и литий-1. И вот этот литий-1 объединим с титаном-5. И что у нас получается? У нас получается с одной стороны литий, с другой стороны какие-то позиции занимаются титаном и литием, то есть как бы у нас это в некотором смысле тоже литий-ритч материал, скажем так, титановая шпинель и кислород. То есть у нас получается, что те позиции, которые в манганате лития со структурой шпинели заняты только марганцем, в случае титаната лития 5 шестых данных позиций заняты титаном и 1 шестая заняты литием. То есть по сути дела это шпинель, но не идеальная шпинель, как бы дефектная шпинель или шпинель-замещение. То есть в принципе как бы, но с другой стороны все то же самое. И опять же, когда мы говорили про свойства таких материалов с 3D-транспортом, да, с одной стороны это преимущество, что у нас и ионы, и электроны могут идти во всех направлениях, но как правило за это падает такая цена, то что и коэффициент диффузии ионов лития там не такой высокий, в случае с титанатом лития где-то он сопоставим с тем, что он для манганата лития. Но когда мы говорим про электронную проводимость, про то, с какой скоростью могут электроны приходить, то здесь еще много хуже. Если манганат лития имел маленькую проводимость, то титанат лития имеет еще много меньше проводимости. Это вот как бы такая недостаток данного материала. У него электронная проводимость, наверное, там, пожалуй, одна из самых маленьких среди всех электронных материалов. И это как раз приводит к тому, что главное свойство, проблема его использования, это его необходимо делать маленьким, когда нам нужны большие скорости заряда-разряда. И, как я уже неоднократно говорил, это, как правило, может приводить к повышению стоимости. Но, опять же, с другой стороны, когда мы говорим про титаноатлитий, его преимущество, вызванное, наверное, все-таки его структурой, тем, что когда мы делаем маленькие частицы, они при этом сохраняют свойства больших частиц. Потому что часто бывает, чем меньше частицы мы получаем, тем хуже у них структура. А титаноатлитие, в принципе, позволяет производить частицы маленького размера, при этом сохраняя практически вот ту самую отдельную емкость, типичную для больших частиц. Ну и поскольку у данного материала такая маленькая проводимость, то помимо уменьшения размера, то, что я уже сказал, также обычно используют еще углеродное покрытие, потому что, естественно, надо электроны доставить в любую точку данного электронного материала. И если мы покрываем вот этот самый частиц LTO углеродом, то остается такая, как бы, транспортная сеть для электронов. Про это мы тоже уже говорили неоднократно, по такой способ решения. Ну и еще способ повышения электронной проводимости внутри частиц – это легирование. В принципе, это, конечно, больше пока для лабораторных, но тем не менее, если будет найдено оптимальное решение, как поднять электронную проводимость данного материала, это позволит использовать частицы большего размера и скажется положительно на цене данного материала, и его популярность дополнительно еще вырастет. Также, когда мы говорим про, скажем, если посмотреть на кривую заряда-разряда для данного материала, для LTO, то видно, что вот, да, потенциал на уровне 1,5 или 55 вольта, но видно, что вот это плато, оно очень ровное, оно, как бы, такое плоское-плоское. С одной стороны, это удобно для техники, потому что оно выдает, как бы, со стороны LTO, скажем, влияние на изменение напряжения при заряде-разряде никакого не оказывается. И это, как раз, демонстрация, может быть, того, что почему данный материал является таким стабильным и надежным. То есть, видите, тут никаких дополнительных фазовых переходов не происходит. В нем процессы, они, как бы, достаточно такие простые и надежные. Вот в этом плане, чем более такая плоская кривая заряда-разряда, тем лучше. В этом плане он и является хорошей парой к LFP. У LFP такая плоская кривая заряда-разряда и у LTO тоже. И они оба относятся к материалам, с одной стороны, у которых не очень хорошее значение по напряжению. Для LFP он слишком маленький, для LTO слишком высокий. И у них разность потенциала за счет этого получается, как бы, не такая большая. Но зато у них в обоих плоские вот эти самые кривые заряда-разряда, они стабильные такие материалы. Их можно использовать очень долго. И для задач, скажем, энергетики, где нам необходимо, желательно, скажем, поставить аккумулятор и использовать его не год, два, пять, а десять, двадцать, пятьдесят, сто лет, то, в принципе, данный материал становится более и более интересным. Ну и в качестве демонстрации, чтобы не только на моих словах, но и в виде каких-то графиков, показать, вот, сравнить данный материал, скажем, с углеродом, можно посмотреть такую статью. Она была сделана китайскими авторами при финансовой поддержке, как можно заметить, компании LTO. То, что я упоминал, это один из крупнейших производителей аккумуляторов. У него есть еще как бы дочерняя компания C, ATL, Кэтл, которая производит аккумуляторы для транспортных средств. И они как раз рассматривают возможность использования LTO для транспортных средств, ну, подразумевая, скорее всего, все-таки автобусы, требующие большие скорости заряда и разряда. Они используют LTO с материалом NMC, то есть это, который позволяет накапливать много энергии и имеет достаточно высокий потенциал. И здесь, на этом графике видно, что эффективность накопления энергии, она очень близка к 100%, то есть очень мало энергии тратится. Ну и если посмотреть на графики, как меняются емкость и кривые заряды и разряда при больших скоростях, то видно, что даже на скоростях порядка 20С изменения идет, емкости падения остается на уровне 90%, то есть там всего одна десятая емкости теряется. Ну и там уже, когда у нас идет еще более высокий, а необходимо сказать, что 20С, это получается, что заряд и разряд в течение трех минут. То есть это как раз вот эти автобусы, предположим, что рассматриваются, которые приехали на конечную остановку, быстро зарядились и поехали дальше. Ну и дальнейшее увеличение скорости все-таки приводит к определенному еще снижению. Ну и еще очень важно, конечно, когда мы говорим про циклируемость на таких скоростях, то а как себя циклируемость ведет? Ну и вот здесь на этом графике можно увидеть сравнение ячейки LTO с NMC, тут написано MNC, то есть без разницы на скорости 10С при полном заряде-разряде. И сравнивается это все с ячейкой графит NMC, но скорости меньше. Здесь видите, на самом деле сравнение это не совсем честно, потому что одну ячейку с LTO циклируют на скорости 10С, то есть как бы нагружают по полной, а другую ячейку циклируют, сравнивают на скорости 0.5С, то есть много менее высокая скорость. Но тем не менее, когда, скажем так, циклирование производится при комнатной температуре, то падение емкости у ячейки NMC с LTO, даже на таких высоких скоростях разряда-заряда, производится очень маленько, и на, скажем так, 5 тысяч и больше тысяч циклов заряда-разряда она уменьшилась всего на 10%. То есть это как бы очень хорошие показатели, в то время как ячейка с углеродом, с графитом, она, как и и полагается, часто даже на маленьких скоростях упала до, скажем так, до 80% именно за тысячу циклов заряда-разряда. Единственное, что можно обратить внимание, что когда начинается эксплуатация при более высоких температурах, то есть, как здесь написано, например, 55 градусов Цельсия, то падение емкости в ячейке с LTO наблюдается более высокое. Почему? Вот в этой же работе можно найти вот такое объяснение, там, скажем, попытку интерпретации такого падения. Если сравнивать, опять же, вот ту же самую график, который мы смотрим для анализа безопасности, то есть, какое количество энергии выделяется при нагреве, то видно, да, у углерода пик более высокий, но он возникает при более высоких температурах. У LTO общая выделяемая энергия маленькая, и поэтому вот этот материал, собственно говоря, является безопасным. Если даже что-то произойдет, то, скорее всего, либо воспоминений не будет, либо вот причины, он может просто выйти из строя, предположим, но, как бы, существенно таких, скажем так, возгораний или там, тем более, взрыва не произойдет. Но, скажем так, вот эти все процессы химической реакции начинают идти при более низких температурах, но это приводит к тому, что могут там, то, что называется по-английски гейсен, то есть, выделяться какой-то газ или происходить какие-то другие нежелательные процессы. При этом сохраняется работоспособность как-то, то, что можно смотреть на том графике, но характеристики данного материала падают. Единственное, что следует сказать, конечно, сильно вот эти графики по как меняется скорость, точнее, как меняется емкость в зависимости от той или иной скорости, они могут меняться от работы к работе, от производителя к производителю. Например, можно сравнить с другой работой, более современной, и вот, например, они, когда публикуют результат, они показывают, что у них даже при много меньших скоростях, не 20С, а скорости там всего 20, емкость упала существенно более выраженной, чем в той работе, когда скорость увеличилась до 20С. То есть, это все зависит от того, а как синтезировали, какие у него размеры, какое качество синтеза происходило. Ну и если говорить про дальнейшие перспективы данного материала, в принципе, если вы будете следить за новостями, то увидите, что ЛТО, он периодически всплывает в различных решениях. Например, то, что в ближайшее время расширяется сеть электрических промов. Промы зачастую используют как раз батареи, аккумуляторы с отрицательным электродным материалом на базе ЛТО, потому что они, как правило, работают в режиме быстрый заряд аккумуляторов во время короткой стоянки. И что необходимо, чтобы вот эта популяризация ЛТО материала развилась дальше? И почему это необходимо? Мне кажется, для индустрии и вообще для общества хорошо, когда есть не одна доминирующая технология, а когда существует несколько технологий, которые каждый имеет свои преимущества, свои недостатки. И, скажем, существует не одно решение, которое подходит для всего, а существует набор специализированных решений. И я надеюсь, что ЛТО, как материал, будет становиться все более и более популярным. Но для этого необходимо дальше решать проблемы. Например, поднимать его проводимость, чтобы можно было, скажем так, использовать еще более высокие скорости заряда-разряда и при этом не сильно уменьшать размеры. Если проводимость не умеют, скажем так, не увеличивать, то альтернативный вариант – это уменьшать стоимость синтеза ЛТО в наноразмерном. Если вы вспомните, в одной из предыдущих лекций, мы когда рассматривали основные параметры аккумуляторов, мы говорили про стоимость. Я там говорил, что на данный момент разброс цен на аккумуляторы составляет, скажем, 200 долларов за киловатт-час до 2000 долларов. И как раз вот высокая стоимость, она относилась, если не ошибаюсь, как раз больше к ячейкам на ЛТО за счет того, что когда вот он наноразмерный, что позволяет быстро заряжать и разряжать, использовать аккумулятор меньшего размера, это, тем не менее, компенсирует с более высокой стоимостью. Да, у нас аккумулятор, скажем так, во сколько-то раз меньше емкости, но цена его все равно сопоставима с другими, но зато позволяет быстро заряжать и разряжать. То есть вот разные подходы, то, что мы потом еще рассказывали тоже в автобусах. Ну и помимо увеличения емкости проводимости и уменьшения стоимости, можно сказать тоже для данного типа материала и аккумуляторов на его основе важно развитие сетей быстрой зарядки. Потому что, в принципе, когда мы говорим, что у данного материала чуть меньше емкости и энергии, то, предположим, у нас в машине будет стоять аккумулятор, который, предположим, имеет в 2-3 раза меньшую емкость, но если его можно зарядить при этом, скажем, за 10-5 минут до 100%, или практически 100%, то почему бы не делать, скажем, остановки? Во-первых, в городе это вообще становится некритичным, а когда нам куда-то ехать, то можно просто каждые, скажем, 150-200 километров делать маленькую остановку, выходить, разминать ноги за это время, машина за 5 минут зарядилась, поехали дальше. И, по сути дела, это может быть таким хорошим решением, особенно учитывая его долговечность и высокую безопасность. Вот, ну, я надеюсь, что в дальнейшем мы еще будем слышать, неоднократно услышим про этот материал. На этом я предлагаю завершить рассмотрение отрицательных электродных материалов. Мы рассмотрели графит и углеродный материал, мы рассмотрели ЛТО в качестве альтернативы. Мы сколько-то немножко упомянули про металлический литий в лекциях про твердотельные аккумуляторы. И я думаю, тема будет развиваться. И в последней лекции нашего курса мы рассмотрим, а что еще может быть то, что по-английски называется часто Beyond Lithium Iron, то есть, а что там дальше. Продолжение следует...